В телеграм-канале администрации Самары сообщают, что 23 июля пройдет зеленая суббота. Акция будет посвящена обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями. Самарцы могут принести журнальные столики и стулья, вазы, часы, декор и даже комнатные растения. Акция по обмену предметами интерьера может стать интересной и для дизайнеров, ведь реставрация позволяет продлить жизнь вещей. Желающих ждут по адресу Партизанская, дом 17 Б, эко-пункт. Время проведения с 11 до 3. Вещи должны быть чистыми, рабочими, без сильных повреждений. Зеленая суббота пройдет в Самаре уже в четвертый раз. До этого горожане приносили на обмен электронную технику, одежду и обувь, книги, настольные игры. Акции продлятся до конца года. Следующая состоится в августе и будет посвящена обмену школьными принадлежностями и учебниками. Администрация железнодорожного района в своем телеграм-канале приглашает самарцев на занятие йогой. Оно пройдет 21 июля 18.30 по адресу Пендинская, 58 на спортивной площадке. Проведет занятие инструктор Людмила Олейник. Тренировка для всех желающих бесплатная. Администрация Красноглинского района Самары разместила информацию, которая интересна родителям, чьи дети посещают детский сад. Всем им, вне зависимости от доходов и статуса семьи, положена компенсация части родительской платы. Для ее получения необходимо предоставить заявление, паспорт, свидетельство о рождении ребенка. А если дошкольные учреждения посещают и несколько малышей, то свидетельство их всех. Кроме того, понадобится справка из дошкольной организации и справка о доходах семьи. Компенсация родительской платы за одного ребенка составляет 20%, за двоих 50%, если сад посещают трое детей, то 70%.